Я, блядь, два раза пришёл вовремя, и два раза чуваки опоздали. Собственно говоря, какие ко мне вопросы? По какой-то причине, блядь, я единственный, видимо, кто приходит на матчи вовремя, как дурак. Вот. Надо, блядь, опаздывать на игру, блядь, на два дня или на 20 минут. Чё нет-то? Ничего, мы отыграем, надо отъебись. Настроение, всё настроение испортил. И так настроение отвратительное, абсолютно. Так ещё и это вот. Да ничего нету, блядь. Меня другое прикалывает. Вот. Меня прикалывает то, что Лига позиционируется как, типа, ультра-мега, как это выразится правильнее-то. В общем, Лига позиционируется как что-то элитное. А по итогу, со мной второй раз подряд опаздывают люди на игру, и у меня чё-то бомбит немного. Понимаете, о чём я? На каком форуме? Это другое, чел. Не разбираешься мне... Извини, мне лень объяснять. Нету ни хера настроения для объяснений. Всё, что... Всё, что могу сказать. Турни, его у форума нет, чел. Если коротко. Так, вот так и хочется написать, как бы, с продолжением. Как по-русски идёт ПДРА, а дальше хочется добавить. Вы уж меня извините, конечно. Нет, God of War. Немного другие слова. Бля, легко можно злиться, когда это второе опоздание в лиге подряд. Вообще изи злиться, знаешь, Китон. Вот мне, например, ничего не мешает злиться в такой ситуации. Да какая карма, господи, ребята. Чё вы несёте? Тут пока вообще не произошло ничего критического. Типа то, что седьмой армор ломается на лосе, это как бы нормально. В этом ничего необычного нет. Я просто считаю, что если ты опаздываешь на игру, это так или иначе какая-то форма неуважения. Вот для меня люди, которые опаздывают на матчи, для меня это форма неуважения. Я на матчи не опаздываю. Моя в этом плане совесть абсолютно чиста. Мне вот неприятно, когда на матчи со мной люди опаздывают. И думаю, кстати, что в этом ничего такого нет. В смысле, абсолютно нормально, что он от этого бомбит. Ну нормально, из-за 5 плюс датчик, как бы, чё нет. Моя в этом плане. Моя в этом плане. Бьём в блок или бьём не в блок? Я думаю, бьём не в блок. Ладно, дари роли, тогда ещё меня зи. Ясно, понятно. Спасибо, игра. Хорошая дейса. Как всегда, надёжные. Ну я бы на твоём месте аргументировал бы ей пиздюлём в лицо. Вот я прям пизданул бы ему по зубам бы при такой потрясающей аргументации. На мой взгляд, 2-3 таких аргументации, и человек после этого, как бы, опаздывать станет пореже. А может и вовсе перестанет. Как-то так. Не знаю, может быть я не прав. Могу сказать, что с возрастом пропала мысль о том, что проблемы... Как бы, некоторые всё-таки бытовые проблемы лучше решать пиздюлю. Некоторые люди, к сожалению, просто не воспринимают слова ни в какой форме. А что, в нормальных конторах за 15-ти минутные опоздания, типа, не вылетают? Я, может, что-то не знаю? Мне казалось, что, бля, в нормальных конторах вылетают за 15-ти минутные опоздания. Было у меня такое, бля, впечатление. Как говорится, действительно, может, я что-то не знаю. Ну, ещё один охуенный матч в Суперлиге. Уже, уже видно прям. Очередной очень весёлый матч. Как говорится, казалось бы, что может пойти не так. Очень интересно, да. Спасибо, спасибо. Как бы, никогда такого не было. Вот опять. Мне прям нравится. Хорошо так кинули две даблы подряд. Приятненько прям, приятненько. Я рекомендую, ребят. Сидишь такой, кидаешь даблы по КД. В ББ сразу играть становится интересно. Ну, это стандартно, как спиритолог сказал правильно. Раз Рик опоздал, должны меня дайсить. Так это и работает. А я бы уходил бы, если что-то происходило, говорил бы. Да этот пидарас виноват. С чистейшей совестью, кстати, я бы это делал. С чистейшей. Не видел бы в этом абсолютно ничего плохого. Это как в старой шутке на тему того, что обижаешь человека, начинаешь думать, о, наверное, я был неправ, тра-та-та-та-та. А потом узнаешь его чуть получше и думаешь, надо было еще и обоссать. Вот тут примерно то же самое. Вот тут. ну блять из тут горышу чек каждый раз опаздывать на 15 минут по моему это называется систематически я может блять чуть не знаю а какой-то другой систем систематически но на мой взгляд это называется для систематически в моей потрясающей системе координат это значит что чем систематический долбоев я конечно могу быть не прав на мой взгляд очень похоже на то что он образота какая кажется вы вы уж меня извините за грубые формулировки плохо но терпимо мы просто и просто если человек херово к тебе относится в нету вообще ни одного резона хорошо относиться к нему это же вроде какая-то базовая механика блат боула и не только и жизни базовая механика блат боула и жизни и же лучше всего не работать с конченными но это сложно тут как бы к сожалению здесь очень редко получается действительно попасть вот в момент где те не надо работать с конченными это это к сожалению ну как бы что-то на уровне сказок конечно иногда очень редко наверное возникают ситуации когда можно не работать с конченными но настолько редко за такой коллектив конечно держаться я хотел сказать что здесь очень хотелось не падать игра такая ага ну блять нормально еще еще один просто ультра заебись матч ребят учебе нихуя нету мб а почему-то все травы получаю я по моему здорово по моему просто ультра заебись спасибо bloodball очередной потрясающий матч с очередными потрясающими кубами и вот этим вот всем здорово спасибо бб очень интересно так так интересно когда тебя дайсят в каждом ебаном матче ебаные суперлиги если бы вы знали ребят и когда у тебя все кубики это 12 это блять так интересно вот ей богу просто просто словами не описать это блять просто кайф реально всем рекомендую где чё нужен цены не для чего можешь просто выкидывать они теника не понадобятся заметьте сколько пробоев дал саши и сколько пробоев залетает урика nice хороший матч очередной очередной опоздун дайсит ради этого играю в бб в особенности в этот турнир годвар шутит если чё у меня обращая внимание это у годвара типа такой юмор тупенький на мой взгляд крайне невнятный р-р ну да ладно к сожалению этой игре абсолютно неважно внятный было р-р или невнятный игра немножко про другое давай давай да и серик не зря же опаздывал я слышу что ради этого охо 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Насколько кориться возможно в этой ситуации? Металл как карасик. Еще было бы неплохо, чтобы Рик перестал метать шестерки и так далее. Но это уже так. Совсем надо как бы поверить в какую-то чушь. Ну что, какой у тебя выбор? Давай Блиц в пятку, садись на мяч с двумя игроками. Что тут думать? Рик так размышляет, как у него там какой-то выбор есть. У тебя же не БТ-мумия. Стрелка выбора. Еще ГФ и... Ладно. Стрелка выбора. рик успеет выбрать но не глупый выберет падение к сожалению реки глупый или все-таки не идти так подводит сюда про нет стоим жалко что не дал проталкивание меня ехать и там было гол проталкивание не очень сложная кстати говоря но не получилось рик тоже увидел и не дал к сожалению рик еще и не кидает ничего кроме 56 но это так как бы это мелочи слишком много пробоев сашу залетает в этой игре слишком много ну наконец то это это шо у нас тут начинается ведь что гол ничего себе фантастика ну похоже ничейку забрали хорошо похож на ничейку ребят похож на ничейку нас конечно еще могут задайся до победки его но скорее всего как бы уже тяжеловато из этого положения честно скажем у нас конечно потери неприятно это терпыр 8 дыр но в целом как бы показали скиллуху на опте на опте на опте конечно ах лакерок да лакерок 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 гром лакерок вот это похоже вот это вот это похоже на удачу вот тут конечно фанаты спасибо чатик а нет не спасибо реген ну ладно окей спасибо но но этого было мало но спасибо могло бы и не порегенить конечно давайте почаще вот сейчас за час тебя за хуйнём без регидаю чтобы ты не выебывался саш вот так это называется сейчас час аж без регина жди бля вся мы кедут пришлем торпеду лови дыню торпеду скотина чё нет-то да ригин это вообще ложь я тут кстати нашел старый документ где я считал свой регин после чемпионского сезона и до чемпионского сезона ладно чатик вы повторили морда ты нас камни метаешь мог бы и рассказать раньше чё это конечно скелетик и снова среди нам но молодец морда нет метка метка так вот у меня же была короче вещь смотрите когда я играл до чемпионского сезона у меня реген был типа 55-60 процентов а как только я взял чемпионство на дедах у меня на дедах реген упал до 25-30 4 сезона подряд я просто перестал играть на дедах держу в курсе как-то не знаю если тут какая-то связь но как говорится было так стало вот так а это тут причем готвар я да тут причем готварь парам парампам да Играет музыка. Да ёбы ты боба, а? Блядь, что-то кубы, конечно, полный понос. Ну, это грустный понос. Как бы вы описали кубы? Грустный понос. Я понимаю, что можно было поехать в правого парня, но слева позиция была лучше, можно было лучше поставить мумий. Вместо этого говна пирога поели. Ну, как обычно, короче, как обычно. Хорошие кубы? Нет, не слышал. Ну, Гудвар, ещё раз. Я 4 сезона... Ну, я тебе сейчас скажу. Бля, ладно, я... Я поищу. Мне, конечно, впадло, но я поищу. Где я собирал эту информацию. Так, открыть. Ну, вот, короче. Грубо говоря, вот у меня было 56, 60, 52, 56, 55. О, вот. Потом я ещё 3 раза вышел андедами. Было 29, 35, 26. Притом, это выборка типа не, там, 10 регионов, грубо говоря. А там, грубо говоря, вот до чемпионства там было на... Сейчас прикину. Ну, где-то на 170 бросках было 55 процентов. А потом где-то на 150 бросках 30 процентов. Я понимаю, что это не так много, типа. Ну, что там, ну, 3 сотни бросков как бы, да? Не тысяча, как мы любим говорить. Вот была бы тысяча, тогда можно было бы, да. Это вам не это. Понятно. Как знал, ребята, как знал. На опте, на опте. Ну, ты сейчас повалим вот здесь? Отлично. А, я не добегаю. Пяткой я не добегаю. Ясно. Тогда пофали мне пяткой. Ну, я не настолько упор, чтобы идти и сделать столько игр, чтобы у меня было 10 тысяч бросков на дедах. Понимаешь, о чем я? Ну, то есть, это даже звучит, по-моему, ебануто. Я так думаю. То есть, теоретически, можно представить, что я сяду и сделаю 10 тысяч бросков на дедах, чтобы проверить теорию. Но на практике я скорее скажу, да ну нахуй. Кстати, а если бы пятка могла бы добежать, то был бы пробой, но она не могла. Так, а у меня нет проталкивания симпатичного? Ну, тут хорошо. Рик даже РР потратил, ничего себе. А мяч куда будем прятать? Спасибо, что не пробой. Не уверен, что это стоило реролить. Здесь меня терзают смутные сомнения. Жаль. А, ну, вроде фона, окей. Пробил. Решил не рисковать. Ну, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну чё кинет кость или не кинет кость как думаете 4 r3r точнее можно проще посчитать самбо ну да у него вполне вероятный гол а еще два плюс а нет не два плюс у него плюс мув я не прав вы хорошие шансы что-то в районе 64 процентов учитывая что он лонер страхуется вот сюда встать я пробой немножко не вовремя пятка добегает по марчет гард хорошо повезло рику повезло да и сану кинул свои 61 процентный гол ясно подумаем хорошо что у нее не встал колокол по итогу я в минус 1 и он в минус 1 добро в минус 2 2 3 4 5 3 4 5 6 6 время есть на голову кик говно а Блиц говна, хорошо Спасибо Спасибо Это довольно важный момент Это стопроцентная ничья Вот после подбора мяча Отвечаю, это ничья 100% Теперь мы играем из позиции Рик пытается вытащить ничью Саша пытается дожать победу Вот из такого положения мы играем Ну что я могу сказать Первый тайм вообще не располагал к этой концепции Но я думаю, вы со мной согласитесь В первом тайме этим не пахло от слова Вообще В первом тайме пахло только немытыми Не пробой Блин Блинский Сказал Саше не пробой Тут на, смотри, не пробой Ну найс, найс Не пробой Ну игра есть Так-то Если говорить серьезно Игры хватает Я бы так аккуратно сказал Хорошо Свид Хоум Алабама И пусть бегут 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 Хмыри И я бегу Так, здесь мы секундочку подумаем О Найс Это мы реролим Это важный момент Второй важный момент А теперь самый важный момент Не пробили И не удалились Нормально Это идеальный вариант Ну в принципе идеальный был Был в гелит ночь Но по факту Он не может сесть на мяч Видимо похоже Что придется немножко Пмзссить по итогу Но вы заметили Как я круто Разрулил Кину в кучу шестерок Ха-ха-ха Ха-ха Эээ Окей Нет, я сомневаюсь Что это была игра на победку Не похоже на то Это плохой пробой Но в любом случае Сейчас будем МЗСсить И кидать додж Тут как бы Вариант в код наплакал У меня позиция все равно сильнее Я стою на победу Он стоит На затерпеть Терпеть ему тяжко Если коротко Сейчас будем смотреть На хмыриные доджи Ребята Вариантов Сталить у него не было Вообще Там позиция была Скажем так Если бы он ходик Еще постоял бы До того Как он начал Убегать Скорее всего Он бы уже проиграл Позицию так Что не было бы Возможности убегать Вот это Супер обидный Дайс Супер обидный Он освободил Кость Он еще может Задоджить Правда Тут Ну это Окей посмотрим Вот надо Чтобы он не задоджил Скелетиком После траты РР Блядь Вот теперь Стало тяжело Ребята Вот надо Чтобы он здесь Не задоджил Теперь А он играет На победу Здесь меня терзает Смутное сомнение Очень много Пробоек Залетело Хорошо Я готов Это реролить Это наиболее важное Действие Здесь Держим тебя 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 держать важнее Ты не добегаешь Есть проталкивание Да Блядь Дали проталкивание Мумии на ассист Жаль Может быть стоило Бить в 1д Тогда проталкивание Не было бы Жаль Мумии я бы Просто упал бы Здесь в 1 этот Ой Ну посмотрим Ну у Рика нету гола Это я точно могу сказать Гола у него нет Голом не пахнет От слова совсем Тут вопрос в том Задоджит Не задоджит Кстати не стал играть На гол На гол Надо было толкать Мумию Кидать 2 гфи И после этого Доджит бить Подбирать костью Давать пас сюда И А он же не задоджил На гол Тьфу ты Я склеротик Извините Он же не задоджил На гол Точно Ну че Ему надо Типа это Да он правильно делает Наискосок И побежали Хочет увеличить Шансы Не на это А че не уронил То лол Пирожок Че не уронил то Это плохая игра Ты сильнее Не протолкнешь На удар У тебя не хватает Игроков Ты ебудал Рик Это ошибка Рик сейчас Говну сыграл Я не знаю Похоже на Похоже думал Что может еще Протолкнуть Но это косяк Жаль Жаль Хорошо Он двойку выберет Ему повезло Пробой Очень сильно Решает здесь Не подобрали Нищая Жаль Было близко Было близко Кубы очень плохие В этой игре были Полный понос Только спринты Разве что работали Хорошо Все остальное Работало ужасно Да и хрен с ним В жопу Турнир Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова